Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мозин Хролли Плей, первый сервер, мы не Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня очень важное видео, обязательно просто лепите лайкосик, влепите лайкосик, просто обязательно, и кому не трудно, киньте это видео в свободную группу Мозинга, чтобы просто все посмотрели это видео, да, короче, чтобы все посмотрели этот видос. Ко мне в руки попал полный список, пацаны, полный список, глобальное обновление, полный список, что будет глобальное обновление, просто полный список, сука. Я просто прочитал, я реально на эмоциях, он довольно-таки длинный, я не могу сказать, что мне его скинул, возможно, за это меня забанят, за то, что я сливаю инфу. Но это не точно, или точно, или динахуй. Блин, я не хотел, конечно, этого делать, сливать, но, блин, я хочу поделиться с вами, с моими подписчиками, новыми, возможно, зрителями. Просто полный список у меня сейчас в руках, я буду читать с телефона, тупо, вот реально полный список сейчас у меня в руках, с телефона я буду читать, его довольно-таки длинный список, вот, довольно-таки длинный, я взял Rolls-Royce, потому что он медленный, потому что читать и ехать это будет очень трудно. Ты чё, дурак, бля? Ну что ж, думаю, начнём. Надеюсь, вы уже влепили лайкосик, потому что это того стоит. Давайте, погнали. Короче, вернут старое доброе кафе Кернис. Кто не понимает, что это за кафе, это было кафе при выезде из Батырева. Думаю, все его, в принципе, помнят. Это кафе, где многие тусили, отдыхали и так далее. Сменят немного систему дальнобоев и вернут касс. Это, в принципе, вы знали многие. Инфа 100%, если что, вот реально, инфа 100% я почитал и... Блин, реально, это всё правда. Он не может, конечно, мне сказать, кто ему дал эту информацию, но... Я не могу сказать ни имя, ни фамилию этого человека, потому что ему потом, я думаю, влетит за слив инфы. За слив инфы. Но я думаю, это один из главных администраторов, потому что... У главных администраторов, по-моему, была ЗБТ. Они были на ЗБТ и смотрели, что был глобальным обновлением. У меня сейчас полный список, давайте я буду дальше читать. Просто реально трудно ехать и читать, так что поддержите меня лайками. И пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, в принципе. Так, про новый Арзамас. Думаю, все уже знают... Ну да, про новый Арзамас, думаю, все знают, его вернут. Как я понял. Вернут иконки бизнесов на радаре. Теперь будут иконки бизнесов на радаре. В новом Арзамасе стоит ракета, скорее всего, для полёта в космос. Это уже довольно-таки круто. И дальше, пацаны, всё интереснее и интереснее. Итак, идём дальше. ФСБ будет перенесено на место, где сейчас стоит Колизей. На трассе Батыри Арзамас. Ну, думаю, вы понимаете, что за Колизей. Вон, возле поста ДПС, недалеко находится. Думаю, все понимают эту большую хренотень большую на карте. Не на карте, а ну, вы поняли, короче. Так. Русская мафия будет перенесена, куда, не помню, короче, хотят сконцентрировать людей не по всей карте, а в районе Южной Батыри Варзамас. Ну, понятненько. Сменят инту подъездов. Ну, сменят интерьер подъездов. Сейчас самое интересное, чуваки. Я даже остановлюсь просто. Я сейчас даже остановлюсь. Потому что сейчас будет самое интересное. Так, добавят. Сменят инту подъездов. В каждой работе добавят скиллы. Добавят возможность юнговать транспорт для того, чтобы увеличить скорость. Вроде не лагает, как на других серверах. Когда едешь, едешь, и тебя резко ускоряет. Это будет очень прям круто. Блин, я вот этого жду реально. Чтобы просто на своей BMW ебашить еще больше, чем она едет. Так, вернут уборщики улиц. Ну, в принципе, я это вам показывал в предыдущей серии. Добавят инкассаторов. Но это узнал... Так, ладно, это не будем читать. Будет добавлена рыбалка и охота. Ну, про охоту я знал. Про рыбалку я не догадывался, на самом деле. Будет система износа транспортов. То есть, типа, километраж будет считаться. Надеюсь, пройденные километры не собьются. Потому что я на BMW проехал почти 22 тысячи километров. И если это произойдет, у меня реально пукан сгорит. Так, система износа транспорта. Улучшена... 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 А, а... Улучшена аренда вертолетов. И добавлена аренда яхт. Извиняюсь, что я не раз запинаюсь. Потому что читать, ехать, не надо еще на экран смотреть, как бы, и так далее. Это очень трудно, на самом деле. А если будут тут постоять, вам будет неинтересно слушать даже. Так, аренда яхт будет. Улучшена аренда вертолетов и добавлена аренда яхт. Система болезней. Если не принимать душ и так далее, заболеешь. Да. Магазин оружия. Лицензии просто на ГАН есть. А магазов сейчас нету. Почти все бизнесы будут принесы в другие места. Понятненько. Это мы тоже, в принципе, слышали. Будут все делать возможности, чтобы текущие бизнесы не слетели. Как при глобальном обновлении 1.0. Но 100% вероятность не гарантирована. Будет добавлены штрафстоянка. Ну, штрафстоянка это понятно. Дешевые кабинки в домах будут рабочие. Это прикольно. Они также будут ломаться. Поэтому нужно будет вызывать сантехника. Да-да, новая работа, чуваки. Новая работа. Новая работа. Чего мы все ждали? Новых работ. Топовые обновы. Стоимость домов на рублевке будет уменьшена. Это хорошо. Это уже хорошо. Но если бы они еще их сделали покрасивее. Или вернули, как были раньше. Помните, те охрененные дома. Тогда было бы круто. Так, читаем дальше. Какие-то плюшки для всяких госорганизаций. Будут еще. Новые работы и бизнесы. Если будет делать ОБТ, все бизнесы уберут, чтобы никто не узнал их местоположение. Это, в принципе, логично. Это, в принципе, логично. Кто-то за нами едет. Я не выкупаю. Кто это такой? Кто это такой? Доминик какой-то. Ладно. Продолжаем дальше. Так, все бизнесы уберут, чтобы никто не узнал местоположение. На стриме разработчика. Видел, что за углом в здании химзавода. Можно уменьшить уровень розыска. 50К, одна звезда. Снимается рандомно. То есть, да, нет. Кстати, система слета домов изменит источник информации засекречен. Инфа 100%. Чуваки, ну, че могу сказать? Это очень круто. Вот че могу сказать. Это охуенно. Это просто охуенно. Сколько полезной информации, реально. Чуваку большое спасибо. Надеюсь, это видео он смотрит. Я думаю, поймет себя. Реально, большому спасибо. Просто реально души. Конечно, я думаю, если узнают, кто это слил, то ему влетит, как бы. Да и мне влетит, я думаю, если этим займутся администраторы, главные администраторы и разработчики, то мне, конечно, за слив инфы влетит. Надеюсь, что нет, конечно же. Если потерю аккаунт, это будет очень печально. Тем более, блин, я тут играю почти год. Поэтому это будет печально, если я потерю аккаунт из-за такого. Но, думаю, надеюсь, точнее, такого не произойдет. Я вам перечислил весь список, что будет добавлено в глобальном обновлении. Обязательно влепите лайкосик и скиньте это видео в свободную группу Амазинга. Не спамьте, просто один раз скиньте и все. Поделитесь с друзьями. Просто можете готовиться к глобальным обновлению. И, как я слышал, глобальное обновление планируется на 31 августа. То есть, в конце этого месяца планируются глобальные обновления. Насчет модпака, честно говоря, уже не знаю, когда он будет. Но, я думаю, в то же время, как и глобальное обновление. Как бы, выстрелят двойным ударом, короче, пойдут. И модпак новый, и глобальное обновление. И, думаю, онлайн, в принципе, поднимется. И это будет довольно-таки круто и хорошо. Ух, конечно, плюшки будут топовые, чуваки. У меня аж, блядь, чуть эрекция не произошла, когда я читал весь список этот первый раз. Прям, блин, наслаждался этим. Просто это как Библия. Ее можно читать перед сном. Пока не выйдет глобальное обновление. Ну, реально, я где-то раз пять перечитывал. Потому что я реально офигеваю от глобального обновления. Это будет реально очень круто. Я даже сейчас еду и читаю. Это реально будет очень круто. Список довольно-таки большой. Вы со мной, думаю, согласны. Это реально будет топовое глобальное обновление. Ну, самое хреновое это то, что будет очень РП. Ну, кому-то может хорошо, кому-то нет. Придется вот это мыться. Вы можете заболеть и так далее. Но это, возможно, круто, в принципе. Посмотрим, как оно будет. Посмотрим, что нам понравится, что нам не понравится. Про это я тоже потом запишу. Обязательно отдельный видос. Расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось и так далее. Ну, это уже будет не знаю когда. Это же будет глобальное обновление, как бы. Но, думаю, либо в этом месяце, либо в следующем месяце мы точно сможем насладиться глобальным обновлением. Ну, на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Делитесь этим видео с друзьями. Скидывайте его в свободную группу. И ждите новых видеороликов. Всем пока-пока. Кстати, полный список, что добавят в глобальном обновлении. Вы сможете посмотреть в моей группе ВКонтакте, в официальной группе. То есть, ссылочку на группу я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok